Друзья, вы наверняка задаетесь вопросом, как еще можно разнообразить свой отдых, к примеру, на берегу Океи. Вот можно отправиться на теплоходе Иван-Цыпыль. А раньше, в былые времена, здесь кипела жизнь. Обо всем расскажет наша гость, экскурсовод Мария Деринова, которая сегодня в студии Утро-Первых уже готова поверить нам исторический справочник. Маша, доброе утро, приветствую. Доброе утро, Юрий. Доброе утро, Калуга. Доброе утро, все те, кто сейчас смотрит Утро-Первых. Это огромная армия хороших людей. Значит, Юр, я хочу начать с песни. Давай. Ты подпоешь меня? Своим кривым давай голосом. Своим идеальным голосом. Над рекою, над окорью, тают белые дырки. Я мастер последнего слова. Окликают нас с тобой. С тобою. Пароходные гудки. Мы влюбленно глядим друг на друга. Юр, песня на самом деле очень известная. Здравствуй, милая Калуга. Любимую, да, про нашу любимую Калугу. Написал ее музыку, я имею в виду, Серафим Туликов, да. Мы ему отмечаем 110 лет в этом году, со дня рождения. Потрясающий композитор, потрясающий человек, любивший свой город просто безответно. Как и мы. Жара, хочется немного прохлады, хочется спуститься к реке, хочется порадоваться ей, да. Да. Ну, Ака же она же не такая сейчас, какая была раньше. Обмелела? Как тебе сказать? Это вообще такое свойство было у Аки. Она достаточно была капризной рекой всегда. Вот, и мы находим данные, что и раньше-то она обмеляла, а потом становилась полноводной, а потом опять обмеляла, а потом опять полноводной. В общем, конечно, эти процессы идут. Конечно, они зависят в том числе и от человека, потому что мы, как часть, как сказать, животного мира, да, в том числе, вносим, конечно, изменения и в биосферу, и в биоритмы Земли. Да я и сам недавно посмотрел историческую фотографию вот этого течения Аки, причем место такое знаковое, популярное. И я бы не сказал, что река была шире там. Я думаю, ты имеешь в виду улицу Воробьевскую. Возможно. Да, там, где сейчас у нас понтонный мост находится, и куда, собственно говоря, все идут, чтобы прийти к реке и понаблюдать, и порадоваться ей. Действительно, это так. Но, конечно, еще в 19 веке, даже к началу 20-го, вся вот эта сторона наша, левобережная, да, она была наполнена пристанями. Приезжали корабли, теплоходики, пароходики, да, ну, корабли не такие огромные, не представляя себе аврору в голове, нет, конечно. Но, тем не менее, да, приплывали сюда, разгружались, загружались товаром. Калуга был город купеческий исключительно. Все это развозилось по всей России. То есть в 19 веке мы были портовым городом? Практически да. А почему нет? Ну, речной порт, конечно, у нас был, и не один, очень много людей там было занято, очень много людей работало. И в том числе, кстати, что интересно, вот где у нас были пристани, там у нас располагались питейные заведения. Да, это тоже была такая особенность, Калуги в том числе. Это была эпоха умеренного пития. Будем надеяться на это. Иначе как-то сядешь потом на теплоход. Опять же, и поплывешь, да? А если ты им еще управляешь, это тем более не так-то просто. Но если мы вспомним еще более древнюю историю, то река Ака, во-первых, как помогала нашим предкам? Ну, во-первых, там брали воду, да, для своих нужд бытовых, это раз. А во-вторых, это была такая естественная граница между своей землей и землей соседа. А ведь соседи раньше, они были такие очень странные люди. Они же могли напасть и захватить тебя. А это еще более стартарно. Да, конечно. А ты мог потом тоже в ответочку напасть и прочее. Поэтому река была такой естественной границей, да? То есть вот как раз наш левый берег, да? А с правого берега у нас там было Великое княжество Литовское. И монголо-татарская ига тоже там приходила периодически. И, в общем-то, когда границы отодвинулись, да, нашего государства, когда государство стало единым, уже такой необходимости вот в реке, как естественно, границы не было. И тут-то начала расцветать торговля, да? Вот Калуга нашла себя, стала таким, ну, как я это называю, современным языком логистическим хабом, да? То есть вот к нам сюда привозили, привозили, приплывали, приплывали товары. Здесь они входили в оборот и дальше уже расходились по всей стране. Причем калужские купцы торговали со многими европейскими странами, и с Индией, и с Китаем, и были известны далеко за пределами своего государства, в том числе. То есть дорожно-транспортная логистика со временем эту потребность фактически обнулила. Сегодня у нас только туристические маршруты. Да, ну да. Получается, что так. Я не видела давно грузовых барш на Оке, хотя, хотя, у нас же есть пристани одного из калужских заводов, тоже на Оке, и там сплавляют до сих пор, значит, части... Да, части одного большого целого, которое потом приплывает в определенную точку, и там собирают, и по Волге в том числе, вот это все сплавляется. И до сих пор Ока, в общем, используется как такая логистическая нить, просто не в таком объеме. Ну, плюс, конечно, Ока уже серьезно обмелела. Хотя, вот, да, если мы посмотрим фотографии прошлого века, там, времена наших родителей, 50-е, 60-е, 70-е годы, мы увидим, что на Оке были потрясающие пляжи. То есть, если мы взглянем, мы можем удивиться и подумать, а что это у нас, Черныхморское побережье практически было на Оке? Ну, вот, со временем берега заросли, ну, наверное, это еще вопрос и к нам, жителям города, да, потому что, ну, не ухаживали, да, за берегами реки. Вот, и все поросло, зеленые красивые кусты, зеленые красивые деревья. Поросло травой, вместо нас встреч, вспоминаю эти самые слова. Да, и поэтому, когда мы плывем на теплоходике сейчас, а у нас плавает теплоходик 57-го года, названный в честь Цыпулина Ивана Казмича, нашего четырежды городского головы, потрясающего человека, который был человеком-пароходом практически, да, благодаря которому пассажирское сообщение как раз вот Калуга, Серпухов, Серпухов, Каширы и Кашира Москва, вот оно стало таким явным, и, в принципе, это было, ну, достаточно так удобно, да, сел на пассажирский пароходик и до столицы добрался. Было очень даже неплохо. И вот сейчас мы плывем и наблюдаем красоты, зеленый наш город с левого берега, с правого берега, и наблюдаем не только за городом, да, какой он, а ведь когда мы плывем на кораблике, мы видим очень много интересного, да, например, вот когда отплываем от пристани, от Воробьевской, да, ну, условно, пристани, там ее нет официально, ну, от понтонного моста, то мы видим, вдруг у нас открывается вот из зелени, открывается вид на шикарный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Абсолютно потрясающе, его не видно из центра города, и когда мы спускаемся со старого турга вниз, вот если мы проходим там дворами, я с туристами ходила много раз, и они всегда удивляются, они, как? Там же малоэтажная застройка, маленькие частные домики, и ты проходишь, и тут видишь эту великолепную громаду, просто невероятное, абсолютное ощущение, и это действительно поражает, это очень красиво, много зелени, река потрясающе просто. Ну, и для любителей природы, да, мы можем наблюдать жизнь на Аке, а на Аке есть жизнь, там что-то ловят, кто-то плавает, вот, и, ну, конечно, царица Аке, это серая цапля, да? Серая цапля, впервые слышали. Серая цапля, да, прекрасная, потрясающая птица, которую можно наблюдать на Аке, когда вот плывете на кораблике, и очень такие чудные птицы, нехарактерные для нашего глаза, потому что для жителей города, ну что, воробушки, голуби, да, а тут целая цапля, представляете? А вот туристические маршруты, это какое-то историческое наследие, они когда появились вообще в нашем городе, когда вот ушло это торговое движение, и вот кто-то решил, давайте мы теплоходик туристического характера пустим по Аке, пусть будет какой-то маршрут. Можно продолжить? Слушай, ну, у меня есть воспоминания моего детства, да, это были такие 90-е, плюс там сколько-то лет, и один раз мама сказала нам, давайте мы, значит, поедем по реке в Алексе. Ходили тогда речные трамвайчики, речные такси, по-разному их называли, то есть было сообщение по реке, ходили небольшие кораблики, да, которые забирали людей, там, у кого-то было удобно добраться по воде, там, до дачи доехать, например. А твое детство, это 80-е? Миленькие, да, ну что ты, миленькие, что ты, нет, я же говорю, 90-е плюс пару годочков. Да, Юрка, с математикой совсем-то, конечно, не очень. Так вот, сказала нам мама, поедемте, прокатимся на кораблике до Алексея, до древнего города в Тульской области, будет наверняка интересно. Мы пришли, значит, сели вот в это самое речное такси, а это, чтобы ты понимал, судно класса «Метеор», прям так они и назывались, «Метеоры», то есть это судно на воздушной подушке, оно абсолютно небольшое, ты туда садишься, и оно вот из такого горизонтального положения резко принимает полувертикальное положение, и как метеор несется по водной глади. Фантастика. Да, ну и что ты думаешь, мы что-нибудь увидели в окошко? Мы увидели брызги, летящие нам в стекло, понимаешь? То ли дело неспешно, и ванцы поля. Ну вот да, да, поэтому, конечно, вот эта вот история с водой, она потрясающая, тем более, когда такая жара, хочется немножечко, да, освежиться, охладиться, а с реки, конечно, оно приятнее. Можно добраться сейчас, на сегодняшний день, да, простите, перебивайте, вы по старой родиной привычке, добраться можно до Олексина, можно доплыть в Тарусу, можно доплыть до Кольцовских пещер, вот, и, собственно, чудное время провести, а можно просто сесть на маленький теплоходик, цепулин, доплыть до Пучковского моста, и вернуться обратно, и это тоже будет таким интересным приключением, тем более, что на теплоходике чего только нам не предлагают, и можно рисовать закаты, и можно проехаться с кавер-группой, вот, да, а можно и проехаться с экскурсией интереснейшей, и послушать, а тем очень много, а на океа можно говорить обо всем, что угодно, и о нашей любимой калуге, и о купечестве, и, конечно, о том, как плавали по окее, и вообще, что с ней происходило с этой рекой, и, опять же, углубиться в животный мир, реки, да, поговорить о той же самой серой цапле, в общем, вариантов масса, поэтому нечего сидеть дома, взяли, встали, побежали к речке, да, но не забываем, что есть определенные правила поведения на водне, да, технику безопасности у нас никто не отменял, поэтому, если у вас есть дома спас-жилеты, одевайте на себя, и не забудьте свисток. Маша, я уже почувствовал себя в жилете, спасибо огромное, что была с нами сегодня. Сегодня, честно скажу, такие виды ты создала в моем воображении, уже захотелось оказаться на цеплении. Юра, я скажу тебе даже больше, ты можешь стать немножко гоголем, вообще каждый из нас может стать немножко гоголем. Это к моему носу. И, опять же, естественно, а у тебя вообще будет стопроцентное попадание, значит, что ты берешь? Берешь цилиндр, спускаешься, значит, к реке по улице Воробьевской, переплываешь на лодочке или переходишь по понтонному мосту на правый берег, поворачиваешься к левому берегу, окидываешь взором нашу прекрасную Калугу и кричишь, вот мой маленький Константинополь. Ведь так говорил Николай Васильевич Гоголь. Он считал наш город, как раз вот его виды, сырьки, вот что-то ему навевало, считал самым настоящим Константинополем. Пусть небольшим, пусть маленьким, но тем не менее, представляешь, как хорошо. Возьмем это за маленькую традицию, по выходным выходить на берега ки и кричать вот на маленькие краснецы поплыть. Маш, ты особо огромный.